всем привет сегодня небольшое видео о программе excel и о вычислениях в этой программе с помощью форму я покажу несколько приемов чтобы просто проиллюстрировать возможности этой программы уверяю вас что она может существенно облегчить вам какие-то рутинные вычисления которые вы делаете постоянно итак рассмотрим пример ну допустим вы учитель и у вас есть несколько учеников и введете статистику их оценок давайте создадим для начала список наших учеников итак я открываю новый документ в программе excel и мы приступаем у нас будет таблица и давайте назовем сначала колонки этой таблицы вот в первой ячейке называем ну допустим здесь у нас будет номер порядковый номер ученика здесь будет имя и здесь будет оценки здесь такой момент оценки у нас могут быть несколько оценок в течение месяца то есть у нас будет несколько колонок с оценками и нам надо полностью все эти колонки объединить и называть одним названием а для этого мы переходим на эту ячейку и выделяем вот так зажимая левую кнопки кнопку мыши несколько ячейк зависимости от того сколько у нас будет оценок выделяем и нажимаем вот эту кнопку объединить и поместить в центре то есть мы из нескольких ячеек делаем одну вот таким образом то есть здесь у нас будут вот в этих вот колонках оценки а далее мы сумма всех баллов и здесь будет средняя средняя оценка а вот такие вот будут у нас колонки давайте сейчас еще немножко их отформатируем давайте нарисуем границы но вот такой вот допустим список мы выделяем всю таблицу нажимаем правую кнопку и выбираем формат ячеек открывается вот такое окно и давайте здесь начертим границу да ну мы хотим чтобы по всему периметру у нас было выделено нажмем вот так внешне видите вот здесь вот показывается на что у нас выделено по периметру теперь будут линии если мы нажмем еще вот так кто у нас линии будут везде то есть все линии которые вот эти бледные они обозначатся темным то есть появились вот такие линии мы также можем задавать толщину но вот мы хотим например выделить вот эту вот шапочку выделяем только шапку нажимаем правую кнопку формат ячеек задаем внешние то есть выбираем здесь толщину и назначаем вот так то есть по периметру вот этой шапки у нас будет допустим вот такая толщина ну и между сделаем вот так нажмем ok и видим что у нас шапка стала выделена толстая линии также мы можем также выделить шапку из сделать например заливку какую-то чтобы еще выделить вот для этого мы зах выделяем ее заходим вот сюда и делаем допустим серой ну вот такая вот да может быть либо каким-то другим цветом можем это сделать опять же выделить вот так далее ну давайте заполним этот список давайте начнем с номера чтобы у нас автоматизировать вот заполнение вот это вот колонки чтобы не писать каждый раз один два три мы можем автоматизировать это введя формулу ячейки вводим начинаем вот со второй строчки то есть выделяем вот эту ячейку нажимаем кнопочку равно ведь у нас начинает здесь записываться формула и пишем нам нужно чтобы каждая следующая ячейка прибавляла предыдущую то есть чтобы номер не увеличивался на единицу и пишем следующую формулу написали равно выделяем верхнюю ячейку щелкаем по ней вот нам пишут ее координаты а2 и здесь пишем плюс 1 и нажимаем enter и у нас если мы перейдем на эту ячейку мы увидим что значение в этой ячейке равно вот эта ячейка плюс 1 то есть и мы видим что раз в этой ячейке ничего нет то 0 плюс 1 равно 1 далее очень интересный момент мы можем ввести вот здесь вот один значение этой ячейки и у нас следующий уже будет 2 то есть на единицу больше далее мы берем за уголок вот этой вот ячейки и тащим ее вниз просто держа левой кнопкой мыши и получаем автоматическую нумерацию то есть у нас формула из этой ячейки автоматически скопировалась а во все последующие и мы можем нумеровать так столько сколько нам надо автоматически не вводя каждый раз вот эти цифры и так с нумерацией мы разобрались давайте выровняем ее по центру мы выделяем вот эту колонку и нажимаем просто вот здесь выравнивание по центру далее давайте введем имена ну я буду вводить произвольно ну вот я ввел имена то есть у меня будет 7 учеников и я удаляю лишние то есть выделяю вот так прямо вот здесь вот строки нажимаем правую кнопку и удалить все лишние строки мы удалили и давайте заполним произвольно вот эти вот оценки то есть вот в каждой ячейке напротив каждого ученика у нас будут оценки мы можем от по пятибалльной системе заполнить произвольно эти строки для того чтобы нам оценить какую-то статистику а ну вот оценки я заполнил и далее что мы можем здесь сразу сделать допустим я хочу выровнять их по центру каждой ячейки я выделяю для этого все ячейки и нажимаю опять же вот эту кнопочку и выравниваю оценки далее мы хотим увидеть например на сколько двоек да то есть увидеть все двойки наглядно то есть какие мы видим здесь какие здесь наших учеников для этого мы выделяем все и нажимаем вот эту кнопочку условное форматирование правила выделения ячеек и вот здесь выбираем равно и нажимаем цифру 2 если мы хотим увидеть все двойки и здесь выбираем заливку то есть она может быть разной можно выбрать пользовательский вариант то есть наглядно мы посмотрим где у нас двойки где у нас четверки делу настройки и где у нас пятерки а вот то есть вы если вы нажмете ok то соответственно они останутся выделены если вы нажмете отмена то это все отменится вот такой вот наглядный способ очень а ну давайте сумму сделаем то есть сумму баллов в каждой вот этой строке напротив каждого ученика а для этого мы просто выделяем ячейку оставим знак равно и выбираем здесь вот формулу сум сумма автоматически он проставляет вот здесь вот а вот эти вот с 2 координаты до смотрим вот с c 2 c 2 вот эта ячейка 1 и 2 м 2 вот по этим координатам мы видим что эта сумма будет вот этих вот всех оценок нажимаем ok и видим что это 48 если вы сочетаете вот эту сумму а вы поймете что получается действительно 48 и точно так же мы выделяем эту ячейку видим что здесь вот такая формула и просто растягиваем за уголок удерживая левую кнопку вниз и для каждой строки у нас будет теперь здесь в этой вот в этих вот ячейках просчитывается сумма до каждого ученика ну давайте тоже и и выровняем и так давайте теперь сосчитаем средняя вот этих вот всех оценок для этого мы выделяем здесь ячейку нажимаем равно и заходим вот сюда вот функции но я покажу для примера какие тут вообще есть функции есть полный алфавитный перечень финансовые дата время статистические работа с база данных то есть много разных функций у нас интересуют математические либо статистические скорее здесь статистическая функция и мы находим ее здесь должно быть среднее значение вот она читаем возвращает средняя ароматическая которые могут быть числами именами и так далее нажимаем ok и здесь нам предлагают диапазон видим что он указывает автоматически c2 n2 но нам нужно исключить вот этот вот вот это вот число поэтому мы удаляем и выделяем свой диапазон вот отсюда на вот до m2 и видим что c2 m2 и нам сразу показывают здесь внизу значение 436 нажимаем ok и видим что все это округлилось и точно так же мы это продолжаем вниз тянем за уголок и получаем здесь везде на среднее значение для каждого ученика давайте их также поставим по центру вот таким вот образом а ну теперь давайте задача у нас будет такая что как будто нам нужно а выделить каким-то цветом хорошистов допустим и троечников или двоечников и ну допустим хорошистов да и это может быть в зависимости от значение которое здесь в среднее получается поэтому нужно задать нам условия то есть на условия вида если допустим здесь четверка то ячейка там голубая у нас становится если здесь тройка то ячейка красна как это сделать для начала нам нужно понимать что вот эти вот числа они на самом деле дробные и если мы выделим вот это все и посмотрим правой кнопкой формат ячеек числовой и посмотрим здесь число десятичных знаков ноль то есть у нас не показаны знаки после запятой если мы сделаем 1 мы увидим что числа эти не круглые соответственно нам нужно задать здесь функцию округления добавить к формуле вот здесь вот то есть мы идем вот на эту ячейку а вот сюда форму и вот здесь выбираем функцию заходим другие функции в математические и здесь должна быть функция округления на а вот округление вниз вверх и т.д. нам нужно обычное округление до заданного количества десятичных разрядов округлений и нажимаем окей появилось вот это окно но мы видим что у нас не туда то есть округление плюсуются к среднему значению то есть и какое-то число да но нам нужно сделать следующее нам нужно округлить само вот это число поэтому встаем сюда нажимаем другие функции математическое находим округление и и делаем следующий мы просто вырезаем вот этот текст ставим вот сюда ctrl x вырезать ctrl v вставить и в скобочках помещаем вот это среднее значение то есть вот эту скобку ctrl x вырезали и и вот выделяем плюс и вместо него ctrl v вставили то есть округляем среднее значение вот это вот этих вот оценок да и здесь вот видим число разряда вставим 0 так как не хотим знаков после запятой окей и видите у нас теперь вот таким образом стало это растягиваем на всю и видим что все оценки у нас округлились до целого давайте мы опять нажмем правую кнопку формат ячеек и уберем число десятичных знаков поставим 0 чтобы у нас было красивее ну вот так вот мы посчитали сумму посчитали средние оценки и тоже можем сделать условное форматирование допустим мы хотим отметить выделяем этот диапазон и мы хотим отметить что если значение в этих ячейках равно четырем то мы выделяем допустим пользовательский формат выделяем голубым окей опять выделяем диапазон если задаем условное форматирование заходим сюда если равно тройки то допустим красным вот таким он становится то допустим пользовательский формат мы выделяем это красным окей окей вот таким образом мы наглядно видим наших троечников и хорошистов в общем очень много здесь полезных функций то есть я показал только две самых простых там сумма и среднее значение вы можете вводить любые формулы то есть просто вот здесь вот допустим выбирая ячейку оставите равно и пишите свою формулу соответствии с математическими правилами ну допустим 4 но вот эта ячейка плюс вот это заключаем все это в скобки умножить умножить на 2 вот такая формула смотрим 4 плюс 3 у нас 7 если умножить на 2 будет 14 если мы здесь заменим допустим поставим 5 и 2 5 и и 2 то у нас будет опять 14 ну давайте 3 2 и 2 8 то есть формула работает если здесь поставим 100 то вы видите что 102 100 плюс 2 102 умножить на 2 204 работает и причем здесь тоже все меняется то есть эти формулы не перестают работать ну вот такой вот краткий экскурс в программу excel не пользуйтесь ей ничего в ней сложного нет функций очень много я показал очень поверхностно только направление только то что это доступно каждому пользователю вот это возможности этих расчетов очень во многих ситуациях связанных с рутинными расчетами это программа незаменима и эти знания очень очень бывают полезны я заканчиваю спасибо за внимание надеюсь кому-то мое видео пригодилось поэтому